Я тут за месяц не поем. Правда, что не поем, мои детки. Великий дякую. По две увесистые коробки с продуктами представители Красного Креста и социальной службы развезут по домам 225 сельчан, одиноко проживающих, малообеспеченных инвалидов. Первые продуктовые наборы вручили жителям Старобина. Кому помощь нужна в первую очередь, решали вместе с Центром социального обслуживания населения. Мы просмотрели пенсию, это наши все обслуживаемые, которые мы их обслуживаем на дому. И пенсию просмотрели до 2,5 миллионов, ну и, конечно, еще смотрели по уровню обеспеченности. Светлана Владимировна инвалид, живет одна. Скромной пенсии на жизнь едва хватает, единственный сын не навещает. Помощи можно ждать только от соцработника. И грядку посадит, и в столицу за медикаментами съездит. Спасибо, что за мной смотрят, вам большое спасибо. И вам большое спасибо, не забывайте меня. Ликвидатор аварии на ЧАЭС Владимир Иванович свою жизнь видит в труде. Мастеровитый весельчак снабжает односельчан самодельными плетеными корзинками. Гостей старается удержать подольше, о себе расскажет и совет даст. Главное не пить горелку и не надо кидаться. Так все можно добить. А ты работаешь, ни человек не помер. В доме Антонины Филипповны налицо забота родных. Женщина с гордостью рассказывает о детях. Их у нее пятеро. Звонят, навещают. Приглашение коротать дни рядом с молодыми пенсионерка не приняла. Предпочитает жить одна в родном доме. Продуктовую помощь принимает с удовольствием, но осторожно интересуется. От кого? Великая Отечественная оставила шрам. Едва маленькая Тоня появилась на свет. Вот спалили нашу деревню. Деревня Пузичи. Кто остался живым. Да в лесе были. Самолеты бомбили. А я в это время на свет появилась. Десятки, сотни людей с разными судьбами. Солигорская районная организация Красного Креста старается помочь каждому, кто в этом нуждается. За тем же продуктовым набором могут обратиться не только жители, попавших под акцию Старобинского, Долговского, Капацевического, Краснослободского сельских советов. Постараемся не обойти вниманием никого, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, говорит председатель районной организации «Лилия Страх». Такие акции в отдельно взятой стране, области, поселке становятся возможными благодаря неравнодушию миллионов людей по всему миру. Красный Крест живет за счет того, что пожертвуют люди. Это членские взносы и добровольные пожертвования. Это спонсорская помощь. Все эти средства аккумулируются в Белорусском обществе Красного Креста. Белорусское общество Красного Креста является национальным обществом и является структурным подразделением Международной Федерации Красного Креста. Поэтому все эти средства аккумулируются, а потом возвращаются к нам в виде гуманитарной помощи, в виде средств направляются на реализацию программ. Существенная помощь возвращается в наш Солигорский район. Ну и, конечно, опять-таки, благодарна всем жителям Солигорского района, которые поддерживают Красный Крест, уплачивают свои членские взносы, пожертвования. Чтобы оказывать поддержку своевременно по адресу и именно ту, которая нужна, Красный Крест проводит среди получателей продуктовых наборов анкетирование о предпочтениях и пожеланиях.